Продолжение следует... Но вообще предпосылкой к появлению онкопластической хирургии явились работы в 1980-х годах, которые доказали безопасность в органосохраняющих операциях при раке молочной железы. И после этого возросла потребность в лучших эстетических результатах и в улучшенном качестве жизни после операции. Те результаты, которые были после органосохраняющих операций, в особенности во внутренних квадрантах, не всегда удовлетворяли как хирурга, так и пациента. И это требование привело к разработке более сложных хирургических методов, сочетающих принципы как пластической хирургии, так и онкохирургии, для предотвращения деформаций, которые, как я уже указал, возникали после стандартных органосохраняющих операций. И исторически трудно сейчас оценить, когда, где и как впервые метод мамопластики использовался в органосохраняющих операциях. По данным литературы, одним из первых заложил основу онкопластической хирургии немецкий хирург Вернер Одрич, который сейчас практикует в Дюссельдорфе. Первоначально он рассматривал концепцию онкопластической хирургии как специфические вмешательства для удаления опухоли с одномоментным перемещением ткани или одномоментную реконструкцию после полной мастектомии. Эта точка зрения, к сожалению, на тот момент разделялась не всеми хирургами и не достигла консенсуса в академическом сообществе, так как большинство считали, что данный подход приемлем только для выполнения органосохраняющих операций. Также большой вклад в развитие онкопластической хирургии имели французские пластические хирурги, такие как Жанн Ф. Пети, Жанн Ф. Бобин, Мишель Абес. В 1993 году Галимберти в Национальном институте рака в Милане опубликовал исследование на основе 37 случаев. Это пациенты, которые перенесли центральную квадрантоктомию с одномоментной реконструкции молочной железы с использованием методологии онкопластической хирургии. Также в исследовании было показано, что, несмотря на столь неудачное расположение опухолевого узла, возможно сохранить форму молочной железы. В 2003 году Клофф из Института Кюри в Париже опубликовал исследование из 101 пациента, демонстрирующее, что онкопластическая хирургия допускает обширные резекции во всех квадрантах молочной железы без ущерба для эстетики, что считается одним из столпов онкопластической хирургии. И самое большое изменение, которое было в 80-х годах, это объединение концепций двух разных хирургических специальностей, которые, казалось бы, изначально имеют противоположные цели. Традиционно пластическая хирургия и онкохирургия молочной железы были двумя отдельными и невзаимозаменяемыми хирургическими специальностями. В большей степени проблема связана была с тем, что если для пластической хирургии в первую очередь важен эстетический компонент, для онкохирурга – это безопасность. И не всегда была уверена, что пластический компонент может не повысить частоту рецидивов при раке молочной железы. Но теперь, после того, как кожа, сохраняющая мастектомию и сохранением сосково-айлярного комплекса набирают популярность, становится ясно, что первоначальная концепция одрича была правильна, и нельзя ограничиваться только органно-сохраняющими операциями. И при анализе прогресса, достигнутом между этими двумя специальностями в хирургии рака молочной железы, становится ясно, что в течение последних 20 лет они шли разными путями. Ну вот, на данном слайде представлено то развитие, которое верхнее – это то, что те изменения, которые были в пластической хирургии, методы стали более защищенными и сложными. Это довольно-таки большое разнообразие лоскутных вмешательств. А в онкохирургии, больше в онкологии, это индивидуализация лечения и также уменьшение объема вмешательства. В частности, это неодюванто лечение, которое сегодня есть в арсенале у нас, это появление новых схем системной терапии, это молекулярное профилирование опухоли, которое также влияет на индивидуализацию лечения. И в хирургии крайне важным было внедрение сигнальной биопсии. И только онкопластическая хирургия, которая появилась в 90-х, ну, в 90-х уже была на той стадии развития, что позволило объединить эти две специальности, развивающиеся в разных направлениях. И в настоящее время онкопластическую хирургию можно считать хорошо проведенную радикальную онкологическую резекцию или мастектомию с последующей одномомента реконструкции молочной железы и при необходимости одновременно выполненную на контрлатеральном молочной железе симметризирующую операцию. В начале, когда появилась онкопластическая хирургия, хирургия – это был удел все-таки отдельных личностей. В 90-х годах операции эти выполнялись, как правило, при сотрудничестве онкохирургов и пластических хирургов. Постепенно методы значительно улучшились, поэтому онкопластика была преобразована из концепции в подход, а затем в группу стандартных хирургических методов. Но все-таки у большинства специалистов по хирургической проблеме молочной железы возникает вопрос, кто же должен все-таки выполнять онкопластические операции. Это врач-онколог, вернее, наверное, назвать онкохирург. Это онкохирург, который прошел экспресс-курсы по пластической хирургии или все-таки прошедший специализацию по пластической хирургии. Или пластический хирург. В данном вопросе, для того чтобы рассмотреть, необходимо выделить три категории хирургов, которые имеются в эру онкопластической хирургии. Первая категория – это пионеры, которые начали делать эти операции в 80-х-90-х, после того, как была доказана безопасность в органосохраняющих операциях. Вторая категория – хирурги, которые обучались у пионеров или пошли в отделение пластической хирургии, чтобы получить определенную подготовку в пластических и реконструктивных методах. Третья категория – это новое поколение хирургов, онкохирургов, которые получают эту подготовку сразу же по двум специальностям. В Российской Федерации это в большинстве случаев врачи-онкологи, которые прошли дополнительную специализацию по пластической хирургии, но при этом встречается, что приходят в онкологию после пластической хирургии. И на сегодня в Европе есть две основные модели. То есть это или врач-хирург два в одном, то есть во Франции, Италии, Англии специально были разработаны программы стипензий по хирургическому лечению рака молочной железы с целью подготовки компетентных хирургов для выполнения практически всех операций при раке молочной железы. Но при этом и в Европе, и в большей степени в Северной Америке роль пластических хирургов все еще остается важной, особенность в реконструктивной хирургии молочной железы. Эти два модели также присутствуют и в клиниках Российской Федерации. И на сегодняшний день плюсы, которые есть, я отмечу чуть позже. То, что касается онкопластического хирурга, специалиста, который выполняет оба вмешательства в одном лице, плюсы, которые можно отметить, это более эффективное общение между врачом и пациенткой. Это более простой тайп-менеджмент для планирования операций. Даже работая в одной клинике, не всегда удается совместить время для хирургического вмешательства. Это снижение стоимости хирургических вмешательств, что крайне важно при выполнении операции в рамках платных услуг. Это более четкая ответственность хирурга, как за переоперационное лечение и последующие возможные осложнения, то есть весь спрос одного человека. И, что тоже немаловажно, это меньшая двусмысленность при возникновении медико-правовых проблем. То, что касается плюсов при совместной бригаде онкохирурга и пластического хирурга, в первую очередь, это лучшее планирование с точки зрения косметических результатов, как в пораженном железе, так и в контрлатеральном молочном железе. Все-таки школа, которая есть у пластических хирургов, дает возможность чуть лучше получить эстетические результаты. Ну, возможно, есть такие и универсальные онко-пластические хирурги, но это основное направление пластической хирургии, и пока что они в этом более опытны. И также присутствие опытного пластического хирурга дает возможность онкологу выполнять вмешательства даже в тех случаях, когда приходится удалять обширные объемы тканей. Не всегда онкохирург владеет методами свободной пластики или даже на ножке, и укрыть вот этот дефект для него представляется невозможным. На данном слайде представлена заболеваемость рака молочной железы в нашем городе с 2007 по 2019 год. За последние пять лет заболеваемость, число выявленных случаев больше трех тысяч. Смертность тоже у нас выше тысячи. И если вот посмотреть в структуре заболеваемости и смертности, рак молочной железы занимает первую позицию. Вот природа заболеваемости за последние 10 лет составила более 30%. Первая и вторая стадии заболеваний встречаются где-то в 72,5% случаев. Третья и четвертая – 27,5%. Ну, одногодичная летальность 5,4%, пятилетняя выживаемость 63,4%. Из контингента пациентов, которые сегодня находятся под наблюдением в нашем городе, более 30 тысяч, порядка 20 тысяч женщин прожили больше пяти лет. То есть это категория женщин, у которых в целом, можно сказать, благоприятный прогноз. И вопрос эстетики для них и качества жизни является маловажным. В городе у нас можно выделить два основных категории учреждений. То есть это учреждения, в которых есть специализированные отделения. Это городский онкологический диспансер, это клинический научно-практический центр, это федеральный национально-медицинский центр онкологии имени Петрова. И также отдельный, я включил в эту группу, университетский монологический центр Первого медицинского университета. Кроме этих учреждений онкопластические вмешательства выполняются в военно-медицинской академии, в клинике Российской академии наук, это клиника МЧС, а также 122-й медсанчасти. То, что касается результатов городского клинического диспансера. За прошлый год было выявлено порядка 1460 случаев, при этом первые и вторые стадии 75, чуть больше. Третья и четвертая стадии 24%. Общее количество вмешательств составило 1280. Где-то в половине случаев выполнялись радикально мастектомии, в некоторых случаях с реконструкцией. В половине случаев это были органосохраняющие операции. Процент доли выполненных онкопластических хирургий, к сожалению, надо констатировать, что он невысокий. Всего лишь 8%. В клиническом научно-практическом центре вмешательств было выявлено тоже порядка 1200. При этом обращают внимание, что в данном учреждении больше выполнялись одномоментные вмешательства, 118, а отсроченных было меньше. Но, опять-таки, общая доля онкопластических вмешательств составила всего лишь 11%. Более показательным является работа научного медицинского и исследовательского центра онкологии имени Петрова, где вообще общее количество операций было 1253, но при этом доля реконструкции составила 591 случаи. Общий процент онкопластических вмешательств 47. То есть городские учреждения, им есть куда развиваться и на что ориентироваться. И довольно-таки тоже позитивная ситуация с онкопластической хирургией в университетском аммологическом центре, где общее количество вмешательств по поводу злокачественного заболевания, 465 случаев было. Из них общая доля онкопластических составила порядка 60%. И здесь в данном учреждении очень высока доля отсроченных реконструкций молочной железы. Необходимо константировать, что на сегодняшний день онкопластическая хирургия становится все более доступным радикальным методом, который не уступает мастектомии и органосохраняющим операциям по онкобезопасности, но предоставляет пациенту улучшенный эстетический результат. Предпочтительно онкопластические вмешательства выполняют в специализированных отделениях врачами-онкологами со специализацией пластического хирурга. К сожалению, остается много нерешенных вопросов финансирования. К примеру, обычно в рамках квотирования как по федеральному бюджету, так и в рамках ОМС прописана операция только с одной стороны. Асимметризирующие операции не включаются. И также в рамках, скажем, квоты ОМС нельзя выполнять одномоментные операции. Но, надеюсь, это то, что со временем можно будет пересмотреть, и это даст толчок для развития онкопластической хирургии в нашем городе. Спасибо за внимание.